Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я бы хотела вам рассказать, что же стоит купить в магазине Улыбка Радуги. Улыбка Радуги это довольно-таки большая сеть косметических магазинов, там продается косметика декоративная, продается уходовая косметика, много средств для волос и разные средства для дома. Средства для дома я в этом видео трогать не буду, а вот средства декоративные, средства уходовые и также средства для волос я покажу. Внизу в инфобоксе я обязательно оставлю тайм-коды, чтобы вы сразу же могли перейти к той категории средств, которая вас интересует. Ну что ж, давайте начинать! Сразу же скажу, что в магазине Улыбка Радуги представлено довольно-таки много интересных брендов. Есть обычные бренды и есть также те, которые вы не встретите, но, наверное, практически ни в какой другой сети. На обычные бренды, такие как Лориаль, Мэйбелин, Вивьен Сабо, на мой взгляд, цены там все же чуть-чуть дороже, нежели чем в других магазинах. Поэтому лучше всего их покупать, когда есть какая-то акция. А акции у Улыбки Радуги проводятся просто постоянно. И, кстати, про акции вы еще услышите не один раз в этом видео, потому что, на мой взгляд, это просто какая-то фишка Улыбки Радуги. У них постоянно проходят какие-то скидки. И очень хорошие скидки, должна сказать. Бывают скидки 30%, бывают и 50%. И при этом сроки годности у всех средств все еще хорошие, и никакую просрочку или около просрочку они по этим скидкам не продают. Приведу простой пример. Недавно я делала обзор бренда Люкс Визаж, который я покупала именно в Улыбке Радуги. И тогда была акция примерно минус 50% практически на все, что было у бренда Люкс Визаж. Сроки годности там отличные, поэтому, сами понимаете, счастья моему не было предела. И раз уж мы заговорили о бренде Люкс Визаж, то это как раз-таки тот самый бренд, на который в первую очередь стоит обратить свое внимание, будучи в Улыбке Радуги. Это просто отличный, бюджетный, но очень работающий бренд декоративной косметики. У меня был отдельный обзор, оставлю здесь обязательно ссылочку. В первую очередь хочу похвалить их тон. Это инсталук, у меня это оттенок 30. Просто невероятный тон. Он стоит мега дешево, но при этом он очень хорошо выравнивает кожу. Он не западает в морщинки, не западает в поры, не шелушится, не скатывается, не убегает. Великолепно выглядит на фото, на видео и в жизни. И при этом кожа с ним дышит. Просто отличный тон за свои деньги, я считаю, это просто бомба. Также очень сильно мне понравились румяна у бренда Люкс Визаж. Они простые по оформлению, но они действительно очень пигментированные. Ими можно сделать такие очень яркие щеки, морфушеньки, душеньки. Но также, в принципе, можно их растушевать на полу такой заметной дымки. Пудра. Пудра у Люкс Визаж тоже обалденная. Это простая пудра. Выглядит она как-то, ну, хреновенько, честно говоря. Но она просто волшебно блюрит поры. Серьезно. У нее великолепная блюрящая способность. И если у вас, так же, как и у меня, кожа проблемная и, соответственно, расширенные поры, то это то, что вам нужно. Вы наносите ее в Т-зону и все. Пор, считайте, у вас больше нет. Она не очень хорошо фиксирует макияж. У меня с ней быстрее проявляется жирный блеск, нежели чем с другими пудрами. Но я ее люблю не за фиксацию, я ее люблю именно за эффект затирки пор. Она берет и как ластиком просто их все стирает. Очень сильно мне также полюбился у Люкс Визаж вот такой вот гель для бровей. Броу Стайлер 3 в 1. Это гель-корректор. По идее написано, что он окрашивает, моделирует и фиксирует. На самом деле не очень он фиксирует. Фиксация у него какая-то, ну, такое. Но зато он просто отлично пигментированный. Он делает брови просто, ну, я не знаю, как любой карандаш. Я в последнее время ленюсь, не использую ни карандаши, ни помадки, ни маркеры. Просто беру этот гель, им прорисовываю волоски, прорисовываю кожу. И все шикарно, брови идеальные. И всего занимает это пару минут. Также у Люкс Визаж все-таки хочу похвалить жидкие тени. Metal Hype. Их кто-то любит, кто-то ненавидит. И с ними, в общем-то, именно так отношения складываются. Лично у меня отношения с данными тенями сложились. Эти тени, в общем-то, неплохо выглядят на веки. Они придают именно такой повседневный макияж. Они не яркие. При тушевке пигментация у них немного теряется. Но при этом все же, если наслоить на второй слой их, то все выглядит неплохо. Лично мне они нравятся. И также у Люкс Визаж должна отметить вот такую вот помаду Pin Up Ultra Matte. Очень хорошая помада. Приятная, комфортная. Не подчеркивает сухость губ. Очень красивая цветовая линейка. Просто потрясающая. И носится данная помада очень хорошо. Даже если вы поедите или попьете, эта помада будет стираться равномерно. И это не будет так сильно заметно. Также именно в Улыбке Радуге я советую купить вот такое масло для губ от бренда Evelyn. Бренд Evelyn есть не только в Улыбке Радуге. Он есть также в Подружке. Но почему-то именно это масло есть в основном именно в Улыбке Радуге. Сколько я не искала его в Подружке, ни разу я его не нашла. Отличное масло. Оно выглядит фиолетовым. Не пугайтесь. На самом деле оно абсолютно прозрачное. Его, конечно же, не используют в декоративных целях. Оно чисто для того, чтобы напитать ваши губы. Оно для того, чтобы за ними поухаживать. И делает оно это отлично. В общем, стоит дешево, пахнет приятно. Эффект замечательный. А у бренда Estrade я могу рекомендовать именно жидкие тени. Вот такие вот в оттенке 86 Beyoncé. Это великолепные жидкие тени. Они отлично тушуются, отлично выглядят на веках и не скатываются. Также от бренда Estrade неплохой вот такой вот есть CC крем. Но его нужно использовать быстро. Он у меня стоит уже примерно полгода и у него упаковочка вздулась. Поэтому ни в коем случае не тяните с его использованием. И последнее, что я хочу показать именно из декоративки, это бренд Vivienne Sabo. Говорила о нем уже миллион раз, поэтому быстро, просто покажу максимально быстро, как смогу. Гель для бровей Fixator. Великолепно фиксирует волоски просто намертво. Самый лучший фиксирующий гель, что вообще я только пробовала. Дальше туши Vivienne Sabo, вот такие вот Cabaret Premier. У меня это две туши, одна в черном оттенке, другая в коричневом. Обе очень люблю, стоят недорого, эффект дают хороший. Теперь давайте немножечко поговорим об уходе. Я покажу здесь в основном только маски, потому что пенки, мицеллярная вода, тоники, они примерно такие же, как есть во всех остальных магазинах. Так что их я даже затрагивать не буду. Что я хотела бы выделить среди масок? Во-первых, это, конечно же, маски Garnier. Либо вот такие, либо же маски с глиной, в общем-то, довольно-таки неплохие и стоят недорого. Также отдельно среди масок хочу выделить еще два бренда. Это бренд Estee Lair и Sherry. Или Sherry, в общем, вы поняли. От бренда Estee Lair хочу показать вот такие вот масочки. У них вообще много очень интересных масок. Например, вот эта, это ампульная маска для глубокого очищения и детоксикации. Стоят они мега дешево, а работают, в общем-то, неплохо. И есть вот такие вот масочки. Это у меня с ячейки слотами. Есть также масочка с B-ячейки слотами. В общем, эти маски, это своего рода многоступенчатый уход, который вы можете сделать просто дома, купив всего лишь одну масочку. У вас здесь, по сути, целые три ступени ухода. Во-первых, это пилинг-диск с ячейки слотами. Во-вторых, здесь находится маска. И в-третьих, здесь находится сыворотка. На мой взгляд, это просто идеально. Если вы не хотите докупать какие-то специальные средства, просто вот иногда раз в недельку так неплохо ухаживать за кожей, то вот такие маски, это просто, ну, великолепно, я считаю. И также бренд Sherry. У бренда Sherry есть классные альгинатные маски, которые стоят у них очень дешево, но объем здесь довольно-таки хороший. Так что, если вы хотите попробовать альгинатные маски, но не знаете, где приобрести сравнительно недорогие, то вот вы знаете теперь. И последним давайте с вами обсудим средства для волос. Для волос в Улыбке Радуги просто есть целый огромный-огромный стейл с шампунями, кондиционерами, масками и совсем-совсем прочим. И это просто потрясающе. Во-первых, у них есть замечательный бренд Estelle, который есть далеко не везде. Поэтому, если вы хотите что-то попробовать от этого бренда, то советую вам зайти именно в Улыбку Радуги. Во-вторых, в Улыбке Радуги много есть разных шампуней, и на них постоянно проводятся какие-то акции. Поэтому я вам советую не покупать их по полной цене, а дождаться именно акции и приобрести, в общем-то, именно так. Первым я покажу вот такой сухой шампунь. Это, не буду даже читать название бренда, боюсь, делаю это неправильно. Вот такой маленький сухой шампунь. Я его взяла по акции, стоил он всего 75 рублей. Вот просто какие-то смешные деньги, но сработал он очень класс. Он действительно хорошо очистил корни волос, они выглядели уже менее сальными, более такими, более чистенькими, и эффект продлился довольно-таки долго. Единственное, что именно этот сухой шампунь все же я советую подольше вычесывать, потому что он как-то, на мой взгляд, сильнее как-то залипает в волосы, и если вы очень сильно пшикнете, как тут очень много в какое-то место, то там будет очень много белого налета, который придется повычествовать все-таки чуть подольше. У него приятный запах, он лучше, чем запах у Батист, он менее навязчивый, чем запах у Батист, но все же он тоже довольно-таки яркий, и если вы вообще не любите, не переносите никак запахи, то, скорее всего, вам тоже не очень понравится, потому что определенный запах присутствует. Также именно в Улыбке Радуги продается мое любимое масло от секущихся кончиков от бренда Гарне из линейки Фруктис. У меня его сейчас, к сожалению, с собой нет, поэтому покажу только картиночку. Великолепное масло, оно почему-то пропало из многих других магазинов, но если вы его увидите где-то, советую брать и бежать на кассу. Оно великолепное. Я наношу это масло сначала на руки, потом его растираю и наношу на кончики волос. И только после этого начинаю волосы сушить феном. Таким образом волосы более защищены, кончики волос действительно меньше секутся и выглядят гораздо аккуратнее. Среди масок кондиционеров там тоже есть большой выбор. От себя могу добавить то, что по скидкам можно урвать вот такую неплохую маску от бренда Комплимент с маслом Органы, Макадамии, Кокоса и Ши. По акции можно урвать где-то рублей за 150-160 вот такую вот целую огромную лохань маски. Вы посмотрите только сколько ее тут. Действует она неплохо, как простая обычная маска. Она немножечко увлажняет волосы, она их делает мягче и делает более послушными. Ничего сверхъестественного, никакого суперэффекта. В общем простой эффект от простой маски, которая будет у вас в большом количестве и которую хватит у вас надолго. И последнее, что я затрону, это шампунь. Шампунь опять-таки в Улыбке Радуги очень много. Можно приобрести какой-то шампунь от Гарния, можно от Лореаль. Лично я покажу те шампуни, которые есть у меня и сейчас. Например, вот такой вот шампунь от Лореаль Элисеф. Очень неплохой, должна сказать. Он довольно-таки жидкий по консистенции, делает волосы мягкими, хорошо промывает корни волос. Единственное, что он все же пенится довольно-таки сильно, но это я не считаю за особый какой-то недостаток. Второй шампунь, который я вам покажу, это шампунь вот такой от Натура Сибирики. Он тоже довольно-таки неплохой, хорошо промывает волосы, пенится, кстати, как раз-таки это средство мало. И лично у меня волосы он не делает жесткими. И также в Улыбке Радуги представлен такой бренд, как Тресс Эмме. Надеюсь, что правильно произнесла. У меня это кондиционер. Лично я же хотела вам рассказать просто про шампунь. Такой же шампунь вот в белой упаковке лично мне понравился. Маме моей он мне понравился, но лично мне он, в общем-то, волосы хорошо промыл, не утяжелил, не сделал их жесткими, просто хорошо сработал. И учитывая то, что он стоил вообще мега дешево, то это хорошо. Есть также у Тресс Эмме черный с такой фиолетовой этикеткой. Вот он мне уже не понравился. Он мне делал волосы очень жесткими. И мне приходилось прям очень много добавлять на волосы различных ухаживающих компонентов, различных масок, чтобы как-то это скомпенсировать. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok